У предпринимателей Сургута есть возможность в год экономить более полумиллиона рублей. Бизнесмены, которые ведут деятельность в направлении социально значимой виду услуг, до 29 мая могут подать заявки в администрацию муниципалитета на получение субсидии. Претендентами на денежную компенсацию могут быть, например, производители разных товаров и услуг, будь то общепит, туризм, гостиничный бизнес или сфера IT. Вместе с этим, кто еще не подтвердил статус социального предприятия, до 1 июня должны подготовить пакет документов и направить его в Департамент экономического развития Югры. Процедура подтверждения ежегодная, а в этом году вступил в силу ряд изменений в процессе получения финансовой поддержки. Мы предпринимателям говорили, проведите ревизию, законодательно условия изменились, и поддержку получит только тот предприниматель, у кого социально значимый вид деятельности, как основной. И сейчас мы столкнулись с некоторой сложностью, что не все предприниматели подходят по условиям поддержки. Мы продолжаем информационную кампанию, и более того, скажу, на следующей неделе мы объявим еще один прием заявок на получение поддержки. Поэтому все те, кто не успеет до 29-го подать пакет документов, подписывайтесь на новости, инвестпортал, отдел развития предпринимательства. Центр наш открылся в 2019 году, начал активно развиваться. В 2020 году мы получили статус социального предпринимательства. И с 2019 по 2022 год мы компенсируем часть затрат на приобретение электромиографа, электроэнцефалографа, спирографа, компьютерной, оргтехники. А также мы компенсировали часть затрат за аренду помещения и оплату коммунальных услуг. Если все документы в порядке, ничего сложного как бы нет. В нашем регионе только в Сургуте направление социальное предпринимательство субсидируется отдельно. В прошлом году мэрия нашего города перечислила бизнесменам финансовую поддержку на общую сумму 13 миллионов 300 тысяч рублей. Это стопроцентное удовлетворение по всем поступившим заявкам от предпринимателей. В 2023 власти планируют увеличить предельную сумму выплат. Теперь на одну заявку будет выделяться 800 тысяч рублей вместо 700, как было ранее. Бизнес, который направлен на предоставление услуг нашим жителям в сфере медицины, спорта, социального обеспечения, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Безусловно, этот бизнес далеко не всегда высокомаржинальный. И требует помощи в части и вложения в оборудование, и поддержки на первоначальном этапе. Вот только в городе Сургуте есть отдельное направление, где бизнесмены из данной категории могут конкурировать только между собой, а не с представителями другого бизнеса, претендовать на получение субсидий.